Какие разговоры развиваются зигзагом? Может быть, немножко более тонкая. Давайте поставим вопрос так. Вот мы говорили, что высказывание – это повествовательное предложение, о котором мы можем судить, истинно оно или ложно. Вот повествовательное предложение написано на слайде. Натуральное число n на целое делится на 6. Является ли оно высказываем? Повествовательным предложением оно, безусловно, является. А вот можем ли мы судить о нем, истинно оно или ложно? Ответ понятен. Мы не можем сказать об этом, пока мы не знаем, о каком мы найдем речь. Если нам скажут, что n равно 12, да, это будет высказыванием, причем это высказывание будет истинно. Если нам скажут, что n – это 4, это тоже станет высказыванием. Но пока конкретное значение n не задано, то перед нами объект другого рода. Это не высказывание. Вот такого сорта предложения, в которых встречается переменная, принимающая значение из некоторого определенного множества, и называется предикатами. Итак, p от x, предложение с переменной x, которое принимает значение из некоторого множества m, называется одноместным предикатом на множество m. Если при подстановке каждого конкретного элемента множества m у меня получается некое высказывание. Значит, натуральное число n нацело делится на 6 – это предикат определенного на множество натуральных чисел. Действительно, при подстановке вместо n каждого конкретного натурального числа получается высказывание. При одних n истинное, при одних n ложное. Важно не это, а важно то, что каждый раз получается высказывание. Мы пока дали определение одноместного предиката, но понятно, что есть предложения, в которых участвует сразу несколько переменных. Точка А принадлежит прямой L. Здесь две переменные. Точка и прямая. Гражданин x является ребенком граждан y и z. Здесь три переменных. x, y и z. Легко распространить понятие предиката на такие ситуации. Для этого как раз нам понадобится понятие декартового произведения. Множеств. Пусть m1, m2 и так далее, mn – это какие-то множества, а m – это их декартовое произведение. n-местный предикат на множество m – это предложение p от x1, x2 и так далее, xn с n переменными. Такое, что если подставить вместо x1 элемент из множества m1, вместо x2 элемент из множества a2 и так далее, вместо an элемент из множества mn, то получится некое высказывание. Если предикаты определены на одном и том же множестве, то к ним можно применять логические связки. Те связки – конъюнкцию, дизюнкцию, отрицание, эквиваленцию, импликацию, которые мы используем для высказывания. Ну, например, допустим, у меня есть два одноместных предиката на множество нейтральных чисел, p от x и q от x. Тогда p от x или q от x – это тоже одноместный предикат, p от x и q от x – это тоже одноместный предикат, не p от x – это тоже одноместный предикат. Почему? Потому что если задать конкретное значение для переменной х, то в каждом из этих случаев будут получаться конкретные высказывания ПАТА или КУАТА, ПАТА и КУАТА, не ПАТА. Кроме этих, можно сказать, простых операций, над квантерами можно совершать еще две важные операции, которые называются квантерами. Рассмотрим сначала квантер-всеобщность. Возьмем какое-то непустое множество А и организуем Декартовое произведение его и его бульяна. Вот здесь оно написано, само множество А Декартово умножается на его бульян. Напомню, что бульян множества А – это множество всех подножеств множества А. На этом Декартовом произведении есть двуместный предикат. Х принадлежит игрок. Заметим, в нем две переменные. Переменная х – это элемент множества А, переменная у – это элемент множества БАТА, то есть подножество множества А. Теперь рассмотрим вот такое предложение. Для любого х выполнено х принадлежит игрокам. Это выражение является уже одноместным предикатом, определенным на бульяне БАТА. То есть это выражение становится истинным или ложным тогда, когда мы в качестве игрока зададим какое-то конкретное подножество А. А давайте, кстати, задумаемся, при каких подножествах множества А оно будет истинным, а при каких – ложным. Заметим, я потом дам ответ на этот вопрос, а пока обсудим вот такую формальную сторону дела. В предложении в этом упоминаются две переменные – х и игрок, но значение можно подставлять только вместо игрок. Я сделал паузу именно для того, чтобы вы задумались над этим. Переменная х здесь связана вот этим ограничителем для любого х выполнено х из А. Наложено некое ограничение на нее, которое не разрешает нам теперь подставлять туда какие-то значения. Вот этот ограничитель называют квантером всеобщности и обозначают вот таким знаком. Читается он просто для любого, а выглядит как перевернутая заглавная буква А. А – это первая буква слова «все», «ол» по-английски. Но, если быть совсем точным, это изобретение немецкого логика Генсена, поэтому это фактически первая буква немецкого слова «алле», ну с тем же самым смыслом. Таким образом, вот эта фраза «для любого х выполнено х принадлежит А» запишется вот такой формулой. Для любого х, х принадлежит у. Итак, это предикат, и мы уже задали этот вопрос, при каких значениях у этот предикат превращается в истинное высказывание. Ответ несложный, только при у, равном самому множеству А. Согласна. Если игрок – это А, все А, то высказывание «любой х принадлежит А» верен любого х. А если игрок – это какое-то собственное подможество множества А, я возьму какой-нибудь элемент из А, который ему принадлежит, то, который этому собственному подможеству не принадлежит, то уже не будет верно, что любой элемент множества А принадлежит этому игроку. Итак, мы познакомились с квантером всеобщности, есть еще один квантер, квантер существования. Рассмотрим тот же самый предикат, то есть мы берем то же самое множество А, то же самое декартовое произведение А с его бульяном, и ограничим его другим способом. А именно, рассмотрим такое предложение. Существует х такой, что х принадлежит игроку. Это снова одноместный предикат на бульяне. Переменная х здесь связана ограничителем «существует». Этот ограничитель и называет квантером существования, и обозначает его знаком «Е». Это тоже перевернутая буква, только перевернута она теперь в другой плоскости. Заглавная буква «Е». И в данном случае это первая буква слова «экзист» существует. И тут все законно, потому что это обозначение придумал британский логик Пирс. Между прочим, можно задуматься над тем, как тяжело идет прогресс математических обозначений. Эти два обозначения мы вводим параллельно, но реально обозначение для квантера существования возникло примерно на 60 лет раньше, чем обозначение для квантера всеобщности. Хорошо, продолжим. Итак, предикат существует такой х, что х принадлежит игрок, записывается вот такой формулой, которая читается так, как я ее прочел, существует такой х, что х принадлежит игрок. Здесь тоже можно задать вопрос, при каких значениях игрок этот предикат превращается в истинное высказывание. То есть он при любом значении игрока превращается в какое-то высказывание, но при одних истинное, при одних ложное. Здесь легко понять, что он становится истинным высказыванием при любом не пустом игрок. Если игрок не пустой, то по определению в нем есть какой-то элемент. Значит, высказывание, что существует какой-то элемент в нашем множестве игрок, истинно. Ну а для пустого подмножества этот предикат ложен.